Два человека оказались под колесами автобуса в Сургуте. Инцидент, в котором, к счастью, обошлось без пострадавших, произошел вечером в понедельник на остановке улицы Бахилова. По кадрам с камер системы «Безопасный двор» видно, что сначала у пассажирской двери упала женщина. Она уже практически вошла в салон, но в последний момент не удержала равновесия на скользкой проезжей части. Через несколько секунд ровно на том же месте подскользнулся ребенок. Оба сумели подняться при помощи одного из сургутян. Водитель автобуса контролировал ситуацию и с места не тронулся. По мнению начальника отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Департамента городского хозяйства, за инцидент может понести ответственность арендатор остановочного павильона. Это остановка, на которой расположен частный павильон. Соответственно, по условиям договора содержанием занимается владелец павильона. То есть он точно так же заключает договор с одной из дорожных организаций, которая ему понравилась, и они ему по договору должны содержать. Я сейчас точные условия договора не помню, но при злошном нарушении договор расторгается. То есть, ну, как вариант, как, скажем так, первая мера воздействия будет штрафная. Дирекция применит какие-то штрафные санкции для начала. Потом, если человек не поймет, ну, будет расторжение договора, он просто уйдет оттуда. Чья же все-таки вина в повальном, в буквальном смысле гололеде выяснится в ходе проверки. Анализ двухчасового видеопотока с обзорной камеры наблюдения показал, что не менее пяти человек подскользнулись, пытаясь попасть в автобусы с остановочного комплекса на Бахилово. Во всех случаях обошлось без вызова на место медиков, хотя не исключено, что некоторые получили как минимум ушибы. Напомню, в середине декабря прошлого года на этой же остановке произошла трагедия. Под колесами 51-го автобуса погибла пожилая сургутянка. Выходя на улицу, женщина едва показалась в дверях, как водитель нажал на кнопку, закрывающую их, и тронулся. По всей видимости, затворный механизм защемил одежду, пассажир упала. От полученных впоследствии травм пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. По факту трагедии расследуется уголовное дело.